Вся жизнь посвящена пчелам. Пошла коту под хвост. Это наша гибель. Не могу даже говорить. Нет матки, нет и потомства. 26 пчелосемей осиротели в одночасье. А с ними и их хозяин, пасечник из Мамонтовского района Геннадий Фартушный. Плотность пчелы, оставшейся на рамках. Это говорит о том, что пчела отравленная, что пчела неактивная. С улика идет запах пестицида. Предупреждение об обработке рапсовых полей ядохимикатами пришло не за трое суток, как положено, а за шесть часов, рассказывает пасечник. Но это же не пачка чипсов. Положить в карманы быстро спрятать не получится, возмущается мужчина. А это вообще реально вот так вот взять 26 улик? Это нереально. Нужно найти людей, нужно организовать технику, нужно погрузить стоящие вот эти ульи все на платформу. Не могу говорить. Мне до того обидно. Вот поймите правильно. А мне обидно, как человеку. Как со свиньей со мной обошлись. В результате непривычное пчелиное жужжание, а гора мертвых пчел встретила пасечника 1 июля. Если бы не беда с пчелами, то подходить к улику и уж тем более стоять рядом с ним без специальной экипировки я бы просто не смогла. Тысячи пчел бы вылетали бы из литка и залетали бы обратно. Большинство выживших теперь не то что взлететь, ползать не могут. Восстановить пасеку в данный момент я не имею возможности. Остается одно. Выкачать оставшийся мед, вытряхнуть оставшийся пчел и все утилизировать на законном основании. Ущерб. Ущерб. Ущерб я считаю, что мне своим отравой орбита причинила в размере 280 тысяч рублей. Еще потерянная выгода здесь, но это в пределах 500 тысяч будет. Геннадий Фартушный далеко не единственный, кто потерял пчел. Аналогичная беда в это же время пришла в Тюменцевские и Завьяловские районы. Мы находимся на пасеке села Гонахово. Вот такая картина. Вот это все устелено мертвыми пчелами. На квадратном метре несколько сотен пчел ползают, барахтаются и гибнут. За края улья высыпаются, выходят. Ни дыму, ничего не боятся. Это пасека Александра Генриха. Ахимикаты уже третий раз лишают его пчел и урожая. Летом 2016 погибли сразу 29 пчелосемей. Убытки на 700 тысяч рублей. В качестве компенсации не получил ни копейки. Ведь пасека официально зарегистрирована. В этом году под ударом уже 50 пчелосемей. Боится, что и нынче справедливость не восторжествует. Пробы взяли первого числа. Они действительно не составили ни актов, ничего. Пробы что-то с пчелами? Конечно. По пасекам объехала комиссия, взяли пробы, ни актов, никаких сопроводительных документов не составили. В Илково, значит, я где езжу, была обработка сделана. Но через несколько дней только появилась на аншлаге вот такая бумажка, предупреждающая пчеловода о вывозке там и убирать пчел. Но пчелы уже в это время сдохли. И виноватый это Сеус. Я ругался с агрономом. Сеус, а у Арбита? Арбита. Арбита, напустим, ругался с микрономом. Ничего не мог добиться. Пострадали сотни пчеловодов. Люди говорят, что всему виной бесконтрольная обработка полей. Какие там используются гербициды, пестициды, инсектициды. И сроков обработки. На деревне вот эта вот зона. То, что сейчас это все происходит бесконтрольно. Ну, то есть нельзя уконтролировать все это дело. Даже в деревне вот люди многие скажут, утром встанешь, запах химии вот именно в деревне. Поля с рапсом, к слову, почему-то в шаговой доступности от населенных пунктов. Хотя должны быть удалены минимум на 300 метров. За моей спиной рапсовые поля, которые, по словам местных жителей, обрабатывают различными химикатами каждые 10 дней. А вот жилые дома, расстояние между ними всего 90 метров. Жители задыхаются, насекомые гибнут. Мы попытались связаться с лицами, в чьих руках поля. Когда произошла обработка полей? Почему здесь стояли? Когда, не знаю. То есть вы не знаете, когда поля обрабатывали? Не знаю, я в отпуске. А какого числа людей-то предупредили? Не знаю. А можете, пожалуйста, тогда дать контакты человека, который все-таки знает и в курсе ситуации? Ну, у меня нет контактов. Насколько вовремя людей предупредили, мы попытались выяснить и в администрации Мамонтовского района. Прояснять ситуацию по телефону нам не стали. Всего вам доброго, значит, и удачи во всех делах. Расскажите, пожалуйста, Сергей Петрович, кто пострадал в итоге? Мы тоже хотим вас услышать. Молчит и Минсельхоз. Лишь пояснили, что специалист, курирующий пчеловодов, в отпуске. Люди же говорят, что беды можно было избежать, если бы между ними, аграриями и властью был диалог. Система оповещения тоже устарела. Вот стоят транспаранты и стоят, допустим, в газете объявления. Кто-то выписывает, кто-то не выписывает. 21 век, у всех телефоны, все это. Можно по звонку, чтобы лично оповестить. А о приложении слышали, что сейчас разрушено? Слышали, слышали. Оно добровольно принудительное. Чтобы про приложение, как вы сказали, про приложение, нужно купить. Код купить, чтобы это приложение нам дали. Но оно ничего не работает. Потому что связи и интернета нет в большинстве сел. Один из пасечников Троицкого района, где в прошлом году из-за химобработки тоже погибли пчелы, показал, как приложение, призванное защитить крылатых, работает на практике. Ну и просто сейчас оно не войдет, и интернета нет. Эксперты же говорят, что акцент нужно делать не на разработке приложения, а на усиленном контроле за оборотом пестицидов. А для этого необходимо изменить законодательство. Функцию контроля снять с Роспотребнадзора и отдать Ростельхознадзору, который в теме. Вышли пчеловоды, видят, что неправильно отрабатывают. Мы позвонили в Ростельхознадзор, они приехали и наказали бы сразу аграрию. А еще, как во всех развитых странах, отказаться от химикатов первого и второго класса опасности. Применять только третий. Пока же это что-то из области фантастики, говорят люди. И вроде бы готовы вновь убить годы на возрождение пасек. Но тут же вспоминают, что завтра очередная обработка рапсового поля. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.